Их любви не помеха, не расстояние, не колючая проволока. Сегодня в избравительной колонии номер 5 впервые состоялся обряд венчания. Оказывается, регистрировать брак перед Богом можно не только в церкви, но и в тюрьме. О любви за решеткой репортаж Анжелики Понебрашиной. Супруги Иннокентия и Евгения напоминают звездную пару. Таинство венчания принимают под вспышками фотоаппаратов и зорким взглядом любопытных журналистов. Тюремное венчание от церковного отличается лишь отсутствием алтаря и колокольных звуков, которыми должны приветствоваться новобрачные. На аналое крест и Евангелие зажженные свечи в руках венчающихся означают духовный свет таинства. Миром Господу помолимся. Господи помилуй. Гос вишний мир и спасение душ нашей Господу помолимся. Начальные молитвы об обручении священник Сергий обращает к Богу с просьбой благословить брак супругов на всю оставшуюся жизнь. Жениха и невесту благословляют иконами Спасителя и Божьей Матери. Золотые кольца – символ вечности и неразрывности брачного союза. Обручается раб Божий Иннокентий, рабе Божий Евгений во имя Отца и Сына и Святого Духа. На протяжении таинства супруги крепко держатся за руки, признаются эмоции, впечатления переполняют. О венчании Иннокентий мечтал сразу после свадьбы. Супруга, которая на обряд приехала из Иркутска, женаты почти год. Рассказывает, Женечку постоянно нахваливала мама, когда приходила к сыну на свидание. Стало интересно, написал несколько свиданий, влюбился, здесь и поженились. Евгения для осужденного, как жизнь с чистого листа, ради нее готов на все, даже предстать предсудом. Только на этот раз Божьим. Отец Сергий таинство венчания в тюрьме совершает впервые. Признается момент, когда сердца двух людей соединяются, а священник чувствует наравне с супругами. Это верующие люди, воцерковленные. Поэтому они не хотят ждать до того момента, когда они освободятся, выйдут на свободу, а хотят уже с этого момента жизнь свою строить, полноценную, счастливую человеческую семью создавать. Это вполне оправданное желание, и мы только радуемся этому. Впереди у молодоженов пять медовых дней, которые они проведут на территории тюрьмы. Анжелика Понебрашина, Виктор Баранов, Вести, Чита.